Всем привет-привет! Ну а у нас сегодня аналитическое видео по поводу платежных систем. Я немножко расскажу, подниму как бы занавесу тайны над тем, как происходит оплата. Итак, у нас два сервиса основной оплаты. Первый это Яндекс.Пэй, который работает в Российской Федерации. И существует сервис КСОЛА. Насколько я понял, это сервис, который позволяет проводить операции за пределами Российской Федерации. Но знаете, что многие компании из-за санкций в отношении Российской Федерации, ну как бы убирают этот платежный сервис. Просто, ну исключают его из возможности расчета платежей. Многие игры, многие, заметьте, уже потеряли возможность оплаты в долларах, ну и в евро соответственно. Так как наш проект является российским и не куплен компанией за границей, который предоставляет его соответственно в Российскую Федерацию. Он действительно является русским проектом, поэтому многие компании за границей отказываются принимать платежи. Итак, давайте перейдем на сервис самого сайта. Итак, СОЛА, ребята. Решение коммерческих решений для ваших игр. Это действительно большой, огромный сервис. Но если вы возьмете новости за 2022 год, эта компания отказалась уже от многих проектов в Российской Федерации. Итак, что происходит? Когда от вас отключается проект, который возможно принимать в мастер-карты Visa в долларах, евро, и ваша игра просто отключается от сервиса. Насколько я понимаю, именно в марте месяце закончился контракт у Music Wars на предоставление этих услуг. Возможно, они продлят. Ну, это, честно говорю, это только возможно. Потому что многие проекты, еще раз говорю, лишились возможности донатить в долларах. И теперь у нас на донатах остались только абисы. Ну, если честно, с огромной комиссией, которая идет именно в абисах, я не знаю, кто будет их донатить. За исключением одного момента, если они только не сделают покупку этих абисов прямо в игре. А это, кстати, тоже является запретом для уже Российской Федерации, так как это продажи криптовалюты за деньги. Это не есть хорошо, так скажем. Что же у нас остается? У нас остается только одно. Если у вас есть друзья в Российской Федерации, возможно, через них решать как-то эти проблемы. По-другому у вас никак не получится. Теперь связь между картами, которые находятся за границей, и картами, которые находятся в Российской Федерации, получается огромнейшая. И сервис, соответственно, который до этого совершал платежи в Music Wars, отключен. Ну что ж, давайте будем, как говорится, держать пальчики крестиком, потому что игра без донатов очень быстро загнется. Я понимаю, что в российских рублях тоже очень много донатят люди, но все равно есть люди, которые находятся в Латвии, ну где-нибудь в Италии, в Германии, в Америке, которые так же, как и мы, играют в эту игру. И, к сожалению, у них стимула играть уже не будет. Ну и, как бы, продвижение проекта всегда можно пожелать. Ну а от вас хочу послушать комментарии. Помогаете ли вы своим друзьям, которые находятся за границей, чтобы была возможность задонатить? Жду комментарии.